Чебоксарская ГЭС и спортивная школа Олимпийского резерва номер 4 Минспорта Чуваши приглашают всех желающих отметить День воды на льду. Это лишь одно из мероприятий традиционной недели воды, которую 14-й год подряд проводит Чебоксарская ГЭС в канун Всемирного дня водных ресурсов. Его отмечают во всех странах 22 марта. В субботу 16 марта в 15.30 в Ледовом дворце Сокол пройдет спортивный праздник для детей и взрослых. В программе выступления юных фигуристов товарищеский хоккейный матч между сборной Чебоксарской ГЭС, Молнией Русгидро и юношеской командой Сокол 2008. Конкурсы для болельщиков с призами от Чебоксарской ГЭС. Вход свободный. 11-летние подростки из команды Сокол 2008 играют в хоккей уже 7 лет. Стаж любителей хоккеистов Молнии Русгидро 9 месяцев. Созданная в июле 2018 года сборная гидроэнергетиков объединила филиал ПАО Русгидро Чебоксарская ГЭС, 3 дочерних общества, а также объектовые службы гидростанции. В Молнии Русгидро 31 начинающий хоккеист в возрасте от 25 до 64 лет. Все они дважды в неделю тренируются после работы на ледовом стадионе Сокол и участвуют за ГЭС в чемпионате непрофессиональной хоккейной лиги Чувашии. Возглавляет команду директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бродюков. Неделя воды – традиционный проект благотворительной программы «Русгидро. Чистая энергия». В этом году водная семидневка вышла за пределы Новочебоксарска на республиканский уровень. Старт будет дан 14 марта в Международный день РЕК в Чувашском государственном университете на круглом столе о предстоящем половоде «Большая вода-2019» с участием представителей Чебоксарской ГЭС, Русского географического общества, гидрометцентра, проектных организаций и студентов и преподавателей ЧГУ. Продолжением станут республиканская интеллектуальная игра «Вода – это жизнь». 12-й Новочебоксарский городской конкурс рисунков «Мир воды глазами детей». Урок воды для юнатов на метеоплощадке, которую оборудовала Чебоксарская ГЭС в детском саду Чебурашка. В честь Года театров, объявленного в России в 2019 году, в программу «Недели воды» включили конкурс детских экологических театров.